здравствуйте дорогие товарищи вы смотрите канал на ютюбе спорим врут мы ищем правду зовут меня влад серов и сегодня в выпуске пока байден торговался со своим конгрессом по поводу дефолта агентство фич понизила суверенный рейтинг платежеспособности сша ну что спорим что это правда или не совсем наговаривайте на нашу семью грех это рубрика доллар скоро будет за двести международное рейтинговое агентство фич отправила долгосрочный рейтинг дефолта эмитента сша 3а список рейтинг watch рейтинг на пересмотре с негативным прогнозом на фоне затягивания переговоров по вопросу лимита госдолга страны об этом сообщается на сайте фич попадание на пересмотр с негативным прогнозом отражает возросшую политическую ангажированность которая мешает сторонам достичь соглашения о повышении или приостановки действия потолка госдолга сша в то время как крайний срок для принятия этого решения приближается отметили в агентстве фич по-прежнему ожидает что вопрос решится до наступления дедлайна тем не менее мы видим усиливающиеся риски того что потолок госдолга не будет своевременно повышен и соответственно сша могут начать пропускать платежи по некоторым своим обязательствам говорится в сообщении и то что власти сша балансируют на грани и не способны по существу решить среднесрочные бюджетные проблемы которые будут способствовать росту бюджетного дефицита и долговой нагрузки сигнализирует о рисках для кредитоспособности страны добавили в фич самое прекрасное это то что сша создают прецеденты ради своих внутренних терок дрязг и интриг они жертвуют репутации валюты репутации страны испытывают терпение международных организаций вот и фич уже не выдержал и поставил под сомнение в суверенный рейтинг платежеспособности сша по большому счету уже не имеет значения проскочила америка дефолт здесь и сейчас или не проскочила особых сомнений в том что они прорвутся в данном случае не было изначально а вот кое-что другое конечно случилось например заявление байдена о том что если у сша проблемы то у всего мира проблемы вот его весь мир и услышал и правильно понял пока вы в долларе вы будете зависеть от всех безумств внутренней политики сша конечно главное достижение старины байдена в том что он окончательно порушил миф о долларе как об эталоне без рискового актива и инструмента раньше считалось что с долларом никогда и ничего не может случиться а теперь большинство незападных стран массово дедоларизируются причем с некоторых пор даже не от страха перед возможными санкциями а просто глядя на то что вытворяют сша и вот новость не заставила себя долго ждать financial times сообщает саудовская аравия ведет переговоры о присоединении к новому банку развития брикс вступление саудовской аравии в организацию укрепит связи между членами банка созданного крупнейшими развивающимися экономиками мира в качестве альтернативы британ-вудским учреждением под руководством запада отмечается в статье а это уже не просто переход на юань торговли нефтью с китаем это уже полный крах всего нефтедоллара будет не говоря о том что первое с чего банк брикс начнет это создаст свой аналог swift собственно его и раньше никогда не было особой проблемой создать проблемы было уговорить другие страны перейти в новую систему а теперь такой проблемы больше не будет всех утомила безумие вашингтона его непредсказуемость и полное отсутствие гарантий когда еще и против кого еще они навалят вагон санкции такое что дальше просто некуда так что наши либералы брали и доллар оказался не вечен и страны мира вовсе никакой теплоты к американскому диктату не испытывают просто пока у сша была возможность держали всех в подчинении а теперь все бегут из западного лагеря и назад уже не вернуться друзья ставьте лайки подписывайтесь и уже завтра новый выпуск на нашем канале не пропустите